Сложную жизнь дети создают. Звонил мне вчера один человек, ему уже под 90 лет. Но он немножко уже потерял ориентир в пространстве. Он говорит, вы скажите там Путину, что ж творится, вот мусульмане, вот там у нас уже три столицы мусульманских государств, вот и во всем мире, вот что творится, пусть они этому поставят заслон. Извините, мусульмане, они детей любят. В Чечне нет детских домов. Почему христианство победило? Потому что христиане нечто могли предложить мусульманинам. Я когда с Чингизом Атматовым, мы с ним были дружны, и говорил Чингиз Тарикулыч, а чего это вы для своих произведений избрали вообще такую христианскую тему? Там Богородица в снегах, он там про одной семинариста роман написал. Он говорит, ну а выше образа Христа нет ничего. А что современные православные, там или католики могут предложить мусульманскому миру? Что? Водку, проституцию, наркоманию, ненависть друг к другу и так далее. И полностью брошенные дети. Сказать, ну что, христианство это вера алкоголиков и проституток. Любая женщина крещеная, только свистни, и они, там 20 человек тут же улягутся. У них гражданский брак. И все, и никаких обязанностей. Поэтому, говорит, это религия животных. И эти же животные, они убивают собственных детей, так отчего? А мусульманства нет. Каждый мусульман рад каждому ребеночку, он их любит. Мы дошли до того, что в исламе любви оказалось больше, чем в христианстве. Это не потому, что Христос оскудил любовью. Нет, это наше христианство оскудело. Потому что христианство это религия жертвенной любви. А наше христианство, оно извратилось. Потому что мы только Господи дай. Господи, вот у меня проблемы. У меня проблемы там квартирные, у меня проблемы с сынком. Вот он никак не может в институт поступить. У меня проблемы с дочкой. И вот ты мне, Господи, дай, 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 дай. А христианство это по-другому. Вот это вспомнить нашего первомученика, архидиакона Стефана. В него кидают камни, чтобы он отрекся от Христа. А он твердо стоит в вере. Он терпит эту боль. И умирает за Христа. А современный христианин, современный мусульманин, он хочет умереть за свою веру. Он обматывает себя динамитом, куда ему его мулы, улемы прикажут. Он туда идет и умирает. Взрывает вместе с собой. Он готов с собой пожертвовать. Его объявляют террористом. Но он не для того это делает, что хочет нагнать страху на весь мир. Конечно, Европа, она трясется от страха. И, так сказать, изгибается под собственной толерантностью. Но ничего не могут сделать. Потому что нету таких юношей, которые готовы умирать за Христа. И всех так называемых христианских юношей, таких только нет. Они только ходят, все и ноются, что-то жалуются, и все им плохо. И они знают как. И помогите. И только в церкви и слышно. Помогите. 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 Вот. Все наоборот. Все выродилось. Все изменилось. В этом причине. Поэтому сейчас любой мусульманин, он является примером. Все наоборот. Вера, которая окрыляла миллионы людей, которые шли на подвиги. Они шли в пустыню. Они колонизировали Сибирь. Они строили храмы. Преподобный Сергий с одним топором ушел, лучше боярским сыном, в леса Радонежские. И потом его ученики создали более сотни монастырей, которые стали образцами хозяйства, библиотеки, образования. А теперь что? Одни больные нытики. Вот в чем причина. Поэтому тут хоть Путину, хоть Медведю, хоть что-нибудь не рассказывают. Ничего же не изменится от этих жалоб и стонов что-то. Изменится только тогда, когда изменится дух. Когда будет гореть. Когда будет желание. Когда будет охота умереть за Христа. Охота ему отдать жизнь. Охота этому послужить. А у нас максимум. Все-все себе, себе, себе. Ну вот и чуть тебе Богу. На тебе свечечку. На тебе записочку. На тебе там на монастырчик. Так готов и в очереди постоять. Опять приложиться. А зачем? Чтобы себе. Вот у меня операция. Вот у меня дочка. Вот у меня внук. Опять себе. А когда же Богу? Кто бы мог подумать, что исламский мир станет примером. А почему эти юноши умирают? Ну потому что они не хотят, чтобы у них было государство, которым правят педерасты. Они не хотят, чтобы вот эта эстрада похабная к ним пришла. Они не хотят, чтобы везде, так сказать, на всех площадках были полуголые, бесстыжие девки извивались. Они этого не хотят. Они не хотят, чтобы те люди, которым приковано внимание христианского мира, на их глазах, так сказать, по восьмому разу замуж не выходили, по шестнадцатому не женились. Они не хотят расшатывания своих устоев. Прежде всего семейных. Вот за что они не умирают. Они какие-то там спустившиеся с гор террористы. Большинство этих юношей с высшим образованием. Да, они фанатики. Почему? От слова фанатов. Они готовы идти на смерть. А мы, выдавшиеся, полумертвые, больные люди, кто нас может спасти от этой сени смертной? Только Христос. Только Христос. Он может оживить. А для этого нужен подвиг. То есть мы должны двигаться. Куда? К нему. Не просто его использовать. Да, Господь добр. Мы видим и в Евангелии. Он и исцелял больных. И очищал прокаженных. И кормил голодных. И давал очи слепым от рождения. Он готов. Пожалел наинскую вдову, воскресил ей сыночка единственного. Он, Господь, очень добр. Но что он пришел на землю и пролил свою кровь для того, чтобы мы, не сея, не запахивая землю, получали из рук хлеб и только жирели перед телевизором. Ведь он же это придумал, этот механизм, что ты бросаешь в землю зерно, и из него получается 50 зерен. Пожалуйста, немножко потрудись. И с помощью солнца, который Господь дает, с помощью дождя, который Господь дает, ты вырастешь себе хлеб. Нет. Все хотят даром. Все хотят. Почему? Да вот, посмотри, все едут в Москву. Почему? А никто не хочет пахать. Никто не хочет пахать. Все хотят только получать. И что, из этого что-нибудь родится? Нет. Никакие внешние. Вот набери там две дюжины гнилых бревен. Как их не перекладывать, все, что ты из них построишь, это гнилье. Поэтому, только если мы сумеем переломить эту ситуацию, вместо того, чтобы детей убивать, их растить, вместо того, чтобы их отдавать чужим людям на воспитание, воспитывать самим. Тогда мы можем вырастить вновь новый народ. И это возможно. Некоторые думают, что это невозможно. Да нет, возможно. Россия не один раз в своей истории была на грани полного уничтожения. Все-таки в народе находились эти силы. Они, конечно, вокруг церкви своей группировались, от церкви получали благодать и вновь возрождались. Мы сейчас точно на таком же переломе. Если это произойдет, вновь опять мы сможем зажить так, как велит Господь. Если нет, мы исчезнем. И это будет, конечно, большое горе, но это будет очень правильно. Это будет очень по заслугам. Потому что вместо того, чтобы сеять зерно, мы сеем кровь младенца. И вот мы видим, что Христос родился 2000 лет назад. Но проблемы взаимоотношения человека и Бога, и людей между собой, они остались те же. И те же самые чувства, которые владели когда-то иродом, теперь владеют современными молодыми людьми. Принципиально ничего не изменилось. А принципиально может измениться только с покаянием. Если от дурного обратимся к добрым. Благословением Господь на вас, так и благодатью человеку любит. Всегда неприсно и во веки веков.